итак друзья всем доброго утречка сегодня у нас 23 октября по-моему среда если не вживаясь я уже в днях путаюсь конечно вот 740 на данный момент и локационно мы находимся италия но италия получается восточная наверно то есть самая крайняя точка не знаю как правильно короче это едем и автобан а 34 и буквально до границы со словенией вот у нас буквально там километров 12 километров 12 осталось вот саде из корицы нового горитая то есть направление туда загрузился да я в принципе друзья ничего не писал не выходные ничего так получилось что уикенд у меня был в италии это возле милана нам там на окружной буквально центру там 20 километров 22 даже если быть точным но ничего не писал потому как во первых под пломбой стоял то есть у меня велосипед при цепи как вы вы знаете да и вкус опломбированный добраться туда невозможно было то есть только он бы срывает на выруски вот короче не в это ладо первая сторона медали а вторая это то что то есть дождь и все и как бы то самое и никуда я не ездил хотя уикенд грудная субботу ехал ли ты достал где-то около часа дня стал уже на паузу как бы вот хотя можно было при желании все это было сделать конечно прокатиться ну все-таки милан честно ни разу еще не был то есть для себя еще ну италия была как бы да то есть это вы сейчас данном случае есть но я думаю что это все будет в будущем у нас все это будет отчаиваться нечего вот и ну главная погода как именно вот чтобы время я думаю позволит да то есть найдем как говорится с местами с парковками я уже более так детально там ознакавливались потихонечку вот узнаю где чего и в таком плане то есть вот что у нас сейчас вчера загрузился я едем у нас груз на венгрию и только сейчас мы едем не через австрию как как обычно принципе я ехал до ехали сюда наподобие то сейчас едем через славенью вот в этом вот даже по этой дороге я еще ни разу не был это для меня 1 первая дорога первое ну и буквально через сколько там у нас показывать через восемь километров километров или километров километров правило километров не километры ударение неправильно значите у нас граница с австрией мы там сейчас я стану там пойду на заправочке сниму бокс который и узнаю то ли он активный то есть на оплату дорог который считывает то есть если он должен быть стоять в автомате ну в автоматическом режиме вот все этим дальше вот будем ехать через любля ну это столица словении опять же на раскаливаю это будто объездная это сам город сын даже проехаться посмотреть чё но как-то вот и походу в славении мы сейчас заскочим там магазинчик из литл вот как раз есть такое опять же благодаря программке кто-то там уже был там просто подсказали что есть такая . с возможностью подъехать грузовиком то есть ну и соответственно поди купить хлеба как минимум потому как закончился вот так вот такое выступление на день грядущий как говорится по работе моей что дальше что нас ожидает все друзья едем дальше пересечения постараюсь заснять конечно как как здесь будет это все происходить если все удастся за бортом плюс 12 до и время озвучил дату и место все это звучит все едем далее друзья друзья немного съехал с автострады думал где-то здесь должна быть заправка как минимум и узнать за этот бокс 100 метров едьте на дорогу с круговым движением а затем съедте используя второй съезд давай трогай вот там да поедем едем хочет ехать на дорогу с круговым движением а затем с левый левым пазом вот поехать да и все и как бы это самое ладно вот дискера какой-то паркинг какой-то сейчас может это здесь что-то узнаем спросим используя второй съезд стат зоны они не годится нам стат зона куда любляна вот оправа ну а стати где здесь проекте 24 я так понимаю это просто здесь видите на ротоможне здесь и ходу грузится выгружается это а это туалет с левой стороны то есть ну маршин машинки на паркинге просто из-за этого друзья сам первый раз так что вы то ли здесь вот так честно давайте показали здесь так друзья вроде бы все в порядке и будем выезжать практически я здесь навигация показала что я ехал славения так посмотреть вы превышаете допустимую скорость пары должны постоянно включены а вот еще паркинг какой-то давайте зайдем сюда друзья хочу показать вот такой вот бокс вот нажимаешь на него и зелененькое засвечивается значит проверил я на станции вот ну на заправочке отнес его сказали что да он в автоматическом режиме он включен и он нормально все с ним так что мы можем ехать дальше как говорится вперед и с песнями вот к чему я это самое я не знаю даже какая у него привязка то ли на автоматический режим ну давай ты едешь или ты стоишь или чё-то вот мама чёли вот то есть я к чему то самое этот бокс привязан то ли к карте то ли какому-то счету то ли у него по предоплате он работает то ли как он накопительная какая-то сумма набегает а потом в течение там месяца ты должен ее там закрыть или ну короче я не знаю как как она здесь действует вот так что не спрашивайте я не знаю вот кому интересует эта информация я думаю ну в интернете есть и можно что-то поискать и посмотреть с этим разобраться вот ну о начал пикать ну а мне поскольку поскольку не нужно то есть включен есть значит мы едем мы работаем и на это не обращая внимание у нас только работа все друзья мы в словении видите проезд ну я не знаю как получился такой переход ну ничего такого нету такого чтобы там где-то ну есть да таможня как бы если кто-то знает оформляют там или затамаживают или растамаживают я не знаю как правильно грузы вот для каждого свое то есть сугубо индивидуальные вот требования ну мы же едем дальше мы сейчас буквально через 20 километров должны съезжать на съезд и заедем в Майазниче ну и заодно в принципе заснимем населенный пункт что там да как то видите ограничение 40 но никто 40 не едет хотя я понимаю что нужно 40 оно не зря стоит потому как вы превышаете допустимую скорость на встречку мы как говорится выезжаем едем по встречке переход ну вот так вот ладно едем дальше солнце светит прямо в лаз как говорится я не знаю как будет вам видно вот что-то ладно едем далее прошлое да конечно